Чебоксарскому городскому собранию депутатов Далекий 1996 год в столице Чувашии второй раз выбирают депутатов Чебоксарского городского собрания. В числе тех, кому избиратели доверили право представлять свое мнение, была и Елена Шофейкина. В то время заведующий студенческой поликлиники, сейчас директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Елена Васильевна, здравствуйте. Традиционно задаю вопрос, почему решили представлять волю народа? Добрый день. Наверное, вы знаете, было время такое особенное, может, в свою роду даже неспокойное. Росла напряженность среди населения города в связи с чем? В связи с тем, что своевременно не выплачивала зарплаты бюджетникам именно муниципальных учреждений, учителям, педагогам. Своевременно не выплачивались детские пособия, пенсия. И в это время как раз шел рост инфекционной заболеваемости. И заболеваемость горожан, это уже по анализу, по-следующему это все показало, тоже возрастала. И просто уже в последние буквально день, в последние дни ко мне обратилась группа коллег наших с первой горбольницы. И сказали, кто, если не мы, ну кто, если не ты, как представитель здравоохранения города, как представитель нашей больницы и представитель как бы от больных, не пойдешь. Ну вот пришлось, я не собиралась идти в депутаты, но вот их слова, их убеждения меня как-то вот подвинули на то, что тут же все закрутилось, быстро собрались списки. В состав Чебоксарского городского собрания депутатов ошли депутаты от 43 округов, в двух округах не стоялись выборы. И в основном эти были представители бюджетных организаций. Это были директора школ, это были врачи, были педагоги простые, были учителя. И несколько буквально руководителей таких крупных градообразующих предприятий города, что тоже вообще-то оно как-то продиктовано тем временем. Пришли люди неравнодушные к проблеме города, пришли очень яркие, сильные личности, такие как Игумов Анатолий Александрович, такие как Шалимов Станислав Владимирович. Заседания проводились очень часто, круг вопросов был очень широкий. Было сформировано пять комиссий. Меня выбрали председателем постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере. Вы уже назвали некоторые отличительные черты, наверное, второго созыва, а еще какими основными событиями, моментами, важными решениями запомнился именно этот созыв? Нужно было решать срочно вопросы погашения задолженности по зарплате у бюджетников и по детским пособиям. Был даже случай, когда родители детей, получающие детские пособия, выходили, перекрывали улицу. И наши депутаты, во главе с Натальей Юрьевной Портасовой, выходили, разговаривали, убеждали и объясняли, успокаивали вот эту вот массу народную. И, коли дали слово, конечно, надо было сдерживать. И потом мы очень часто встречались с нашими избирателями в виде депутатской среды на телевидении городском каждую среду. То есть был прямой контакт, вопрос-ответ в прямом эфире. Вы знаете, что многие предприятия в это время не работали, то есть платежи в бюджет города не шли. А город у нас бюджет образующий, все-таки был объект. И дефицит бюджета в городе составлял до 45%. И все это, а надо было решать вопросы. Потому что, действительно, зарплата тогда выдавалась бюджетникам муниципальных учреждений за счет городского бюджета. И пособия, и пенсии тоже. И вот тогда впервые Наталья Юрьевна как раз ввела понятие, как взаимозачеты. Вот за счет взаимозачетов, если задолженность по выплате детских пособий тогда была 40 где-то миллионов, то к концу нашего депутатского корпуса практически вся задолженность была ликвидирована. Кроме того, с 1 февраля 2000 года на 25% была повышена зарплата бюджетникам муниципальных учреждений города. Много было принято за это время программ городских, целевых. То же самое, напомню, антиструмин. То есть за последние годы, где-то, наверное, с конца 80-х до 96-го года, когда начали делать анализ, в три раза выросла заболеваемость, заболеваемость щитарина железы. И в основном за счет эндомического зоба. И вот тогда вы в школах, видимо, да, в учебных заведениях. Да. И тогда была принята как раз ввода программа антиструмин. И, ну, параллельно решались вопросы по профилактике йод-дефицитных заболеваний среди населения. То есть это ядированную соль, чисто заводились в магазины, ядированный хлеб начали выпекать. Была введена еще программа вакцина-профилактика. Благодаря которой за буквально за 2-3 года случился резкий перелом как раз в эпидситуации в городе по инфекционной заболеваемости. И заболеваемость той же дифтерией к 97-му году упала в 4 раза. И летальных случаев уже по дифтерии больше не было зарегистрировано. А вот если сравнивать все-таки работу собрания тогда и сейчас, как думаете, какие изменения? В структуре депутатского корпуса тогда основная часть были женщины. Но сейчас в депутатском корпусе женщин, по-моему, только единицы. Она, она женщина, как никто другой понимает больше. Понимает своих избирателей, понимает проблемы детей, женщин, подростков. Потому что они сами являются матерями. А вот если бы вы сейчас стали депутатом, что бы сделали для города, что бы вот изменили сейчас? Так как у меня у самой внучки, я знаю, примерно, проблемы вот этого подрастающего поколения. Я бы, наверное, больше поддержала дворовые команды. Поддержала вот этих народных тренеров. И, наверное, я бы еще поддерживала вот эти команды наши городские. Были очень сильные команды волейбольные, сельхозы, институты. И они входили в первую лигу. И в высшей лиге была баскетбольная команда университета. К сожалению, вот им я не смогла тогда помочь. Сейчас у нас прекрасные дороги центральные. Но во дворах руки пока еще не доходят у наших избирателей. И, вернее, не избирателей, а у депутатов. Конечно, надо лучше, побольше заняться благоустройством дворовых территорий. Насколько я знаю, как раз программа «Дворовый тренер» и благоустройство дворовых территорий, программа принята. В принципе, депутаты работают. Но, наверное, пожелание такое активнее заниматься этим. Потому что лишнего не будет никогда. Я согласна с вашим предложением. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом второго созыва Чебоксарского городского собрания Еленой Шафейкиной. Это все о прошлом, но теперь о настоящем и недалеком будущем. О том, какие вопросы рассмотрели депутаты Чебоксарского городского собрания на очередном 45-м заседании прямо сейчас. Где-то прибыло, где-то убыло. Вот так можно в целом сказать о решениях, принятых на очередном городском собрании депутатов. Что касается бюджета. По словам народных избранников, с учетом нынешних корректировок, размер городской казны стал беспрецедентным. У нас в этом году, небывалый по всем предыдущим годам размер бюджета, доходная часть бюджета составляет 8 миллиардов 400 с лишним миллионов рублей. Сегодня произошло изменение бюджета в общей сумме 1 миллиард 252 миллиона рублей. Из них изменение собственных доходов по размеру 142 миллиона. И безвозмездные поступления со стороны вышестоящего бюджета это 1 миллиард 109 миллионов. Собственные доходы города выросли в основном за счет сделок с недвижимостью, продажи земельных участков. Вырученные средства решили направить на адресные инвестиционные программы. Ремонт дорог и строительство детских садов. Несмотря на такую доходную часть, без дефицита все равно не обойтись. Он, по прогнозам, составит около 300 миллионов рублей. Что, впрочем, не выходит за рамки, установленные российским законодательством. Кроме бюджета в городе увеличивается количество рекламных конструкций, что, кстати, тоже положительно скажется на городской казне. На Чебоксарских улицах появится еще один рекламный щит, 23 пилона на остановках и другие конструкции. А вот количество так называемых нестационарных торговых объектов, то есть различных ларьков, в скором времени уменьшится. Политика городских властей направлена на сокращение количества ларьков, киосков вот этой вот нестационарной торговой сети. Мы за то, чтобы торговля велась через стационарные магазины, она более упорядочена, меньше жалоб, меньше мусора и так далее. И нормальный вид у города. Однако здесь есть исключения. К примеру, зеленый свет дали киоскам с артезианской водой. Границы Чебоксар народные избранники тоже решили изменить. Так, Пехтулинская свалка больше не территория населенного пункта города Чебоксара. Теперь она в границах городского округа. Кроме того, территория Чебоксар пополнилась землями категории населенных пунктов за счет перевода земель, сельхозназначения, промышленности и другого назначения. В общей сложности это больше 200 гектаров. Все вопросы, которые депутаты рассматривают на заседаниях, предварительно разбираются на профильных комиссиях. Впрочем, иногда в повестках дня таких комиссий, помимо общих вопросов собрания, значатся профильные. Вокруг одного из них разгорелись нешуточные страсти. Быть льготом или не быть – вот в чем вопрос. К депутатам Чебоксарского городского собрания обратились представители филиала Российского союза боевых искусств. Почувавшие с просьбой предоставить им льготу на аренду помещений для своих организаций. Мол, делом они занимаются социально важным, воспитывают спортсменов и будущих чемпионов. А платить за аренду административных помещений им приходится наравне с бизнесменами. Для городской казны сумма выходит значительная. Предоставление льгот по аренной плате спортивным общественным организациям не предусмотрено. В случае установления льготного корректирующего коэффициента в размере 0,4% для спортивных и общественных организаций снижение доходов в бюджетах города Чебоксары составит 368,9 тысяч рублей. В настоящее время Российский союз – это коммерческая организация, которая занимается воспитанием детей в основном на коммерческой основе. То есть дети, которые ходят к ним заниматься, платят за занятие денег. Если бы они тренировали детей бесплатно, я бы с удовольствием ходатайство обозрелиться. В настоящее время, скажем так, я не вижу у них все на платной основе. У них на платной основе все. Кроме того, в случае положительного решения другие общественные организации тоже могут запросить льготы, что городская казна не потянет. У спортсменов свои аргументы. Занятия в среднем стоят от 600 до 1200 рублей в месяц. Однако, по словам представителей спортивного союза, прибыли у их секций фактически нет. Чтобы воспитать сильного борца, средства нужны очень значительные. Давайте вычтем зарплату тренера. Давайте вычтем оттуда благоресские какие-то проблемы, налоги какие-то проплачивать. Давайте вычтем сборы, семинары. Но мы сейчас говорим о помещениях, где необходимо проводить организационные работы, организационную деятельность организации. И если негде собрать тот же актив, тех же тренировок, то как можно проводить эту работу? Есть еще мероприятия. Есть мероприятия спортивно-массовые, где накапливается определенный материал для проведения этих мероприятий. Где все это хранить? Мы сейчас говорим не о том, где тренировать детей, а мы говорим о том, как проводить вот эту социально значимую деятельность организации. Мы должны где собраться? В квартире чьей-то? Депутаты отметили, что проблемы сложные и неоднозначные. Бюджет, конечно, не резиновый, однако и шаблонно к данной ситуации подходить нельзя. Действительно, работа с молодежью проводится, несмотря на то, что у нас есть и муниципальные учреждения, есть и государственные учреждения. Все-таки работа ведется действительно колоссально. Поэтому, может быть, следует этот вопрос, как Виталий Васильевич предложил поглубже изучить, не сразу так скандальское решение. В итоге для решения вопроса решили собрать специальную рабочую группу. По результатам ее работы решение будет принимать городское собрание. На этом программа местное самоуправление завершается. До свидания.